Пивоварная Гиннес Создатель великого бренда Артур Гиннес Как и многие другие пивовары Начинал варить пиво еще в школьном возрасте Со своим отцом в подвале своего дома После своей смерти отец семейства Оставил довольно-таки скромное наследство Но даже его хватило, чтобы молодой Артур Гиннес Совместно со своим братом Открыли маленькую пивоварню В маленьком ирландском городке Но история самого бренда началась Тремя годами позднее В 1759 году У знаменитых уже ворот святого Джеймса Когда Артур Гиннес переехал в Дублин И на окраине города Нашел заброшенную старую пивоварню Которую собственно и арендовал На целых 9 тысяч лет А че так можно было что ли? Изначально он варил только эли Но затем запустил в производство Портер и Стаут Которые со временем Стали ну настолько популярными Что ему пришлось в 1799 году Закрыть полностью производство эля Также у Артура было более 20 детей Походу он не только, да, любил пиво пить Оу май! Из них выжили только 10 детей И лишь трое сыновей Смогли продолжить его дело Династия Гиннесов управляла своей компанией Более двух столетий И только в 1992 году Последний член семьи Покинул свой пост правления компанией Но надо заметить Что семья Гиннесов Сохранила свой финансовый интерес Начиная с 1998 года И по сегодняшний день Бренд Гиннес принадлежит Одной лондонской компании Которая является лидером На алкогольном рынке Ей помимо Гиннеса Принадлежат такие марки Как Бейлис, Капитан Морган Джонни Волкер И даже Смирнов Также в начале 90-х Компания изобрела Уникальный пивной виджет Нет, не тот, который у вас в телефонах А именно ту самую Азотную капсулу Которую сейчас кладут в банки с пивом Ее оценила даже сама корона Ну только не вот эта вот шляпа А именно британская корона Это изобретение запатентовано в Ирландии Компании Гиннес И по праву имеет статус Одного из лучших изобретений За последние 40 лет Что ж, сегодня я не буду делать обзор На всем привычным нам Гиннес Вот он у меня здесь Потому что, ну, я не вижу в этом смысла Надеюсь, все его пробовали А если нет, обязательно бегом в магазин По мне, это лучшее вложение 130 рублей Не такие деньги, чтобы я мог разбогатеть Но в данный момент Они необходимы для всего веселого И дружного коллектива Но все-таки пару слов о нем стоит стоит Потому что мнения людей Насчет этого напитка Очень сильно разделились Кто-то считает, что это божественный напиток С идеальным вкусом А кто-то наоборот Даже уверен, что Гиннес Это не столько про хорошее пиво Сколько про хорошую маркетинговую компанию Вот, к примеру, одна из известных реклам Где по сюжету извергается вулкан Люди начинают бежать Спасать свои вещи Но вдруг замечают Что начинает гореть бар Ну а что, собственно, со вкусом данного напитка У меня есть готовое решение Недавно канал Беру выходной Собрал известных, в отличие от меня Блогеров и пивоваров Которые вслепую дегустировали пиво Выполненные в стиле сухого ирландского стаута Каждый из них давал свою комплексную оценку Исходя из вкусовых ощущений А также соответствия пивному стилю И, кстати говоря, добрая половина из них Заведомо скептически относилась к Гиннесу Возможно, на самом деле Гиннес не так хорош, как этот экземпляр Но все мы понимаем, что Гиннес это результат Хорошей маркетинговой кампании Тем не менее, я бы хотел, чтобы Гиннес был таким Короче, итог Как вы думаете, какое пиво заняло первые места? Ну, конечно же, конечно же Причем и баночное, и разливное заняли первые два места На этой ноте я тему стаута закрываю Просто Начну я именно со светленького лагера Под названием Хоп Хаус Вот такой у него достаточно простенький дизайн Но внизу вот так вот гордо красуется надпись Brood in Island Не знаю, посмотрим, чем оно нас порадует Или не порадует Скорее всего, не порадует Почему-то я скептически довольно к нему отношусь Ну что ж Давай, оператор, бери крупный план 45 градусов и погнали Ой, пахнет приятно Довольно-таки неплохо Очень приятно Запахи чувствуются и солодовая сладость И хмелевая горчинка чувствуется И как-то вот они в тандеме так хорошо очень сочетаются Сказать здесь больше нечего, поэтому надо пробовать Очень питкое пиво Оно мягко пьется Сразу же врезается в небо хмелевая горчинка И потом уже в послевкусии она проходит В послевкусии выступает солодовая сладость Так вкусно Но я бы сказал, что этот вкус такой без излишеств Очень быстро послевкусие пропадает И поэтому хочется его пить снова Еще попробовать раз Да, действительно очень приятное Очень мягкое пиво В качестве светлого, наверное, я бы его покупал себе Но при условии, что это пиво стоило бы по акции Потому что, несмотря на то, что оно идеально сбалансированное Оно не имеет никаких явных ярко выраженных достоинств Поэтому здесь на вкус и цвет Если вам нравится светлый лагерь, обычный Обязательно попробуйте Я думаю, что вам оно зайдет Особенно, если найдете по акции Так что он universal И price 225 Так оно very, очень, очень affordable Следующий вариант Это West Indie Sporter Почему-то он меня интригует больше всего Поможет мне здесь Моя дежурная открывашечка Крышечку я сохраню Потому что она Ну очень она красивая такая Мне нравится Так О, сразу пенка поперла Ну, может, конечно, я его сболтал излишне 45 градусов и погнали Пенка здесь очень такая плотничковая Она получше, скажем так, чем у светлого лагера Она здесь, конечно, тоже зернистая Но здесь такое очень мелкое зерно За счет этого пенка кажется более такой кремовой И чем-то даже походит на ту самую азотную пенку Привычного нам стаута Пиво выглядит в целом очень добротно Очень богато смотрится Начиная от того, как его наливаешь И заканчивая вот готовым видом в стакане Честно говоря, мне очень нравится на первый взгляд Что у нас с запахом? Посмотрим Во-первых, это та самая фирменная гиннесовская жженность Здесь улавливается Карамельно-шоколадные вот какие-то вот тона Такие вот карамель переходит в шоколад Шоколад, я тоже мужик хочет шоколад, блин Отсюда стоит сделать вывод, что вкус будет довольно сложный для распознавания Но тем оно интереснее, поэтому скорее надо пробовать Довольно-таки очень сложно составной вкус Вкусно Он в точности повторяет ароматику данного пива Сначала чувствуется солодовая сладость В перемешку с карамелью, которая вот перетекает в шоколад Возможно даже есть кофейные тона, которые выступают в послевкусии Они играют совместно с хмелевой горчинкой, которая врезается в небо И в целом комплексное ощущение от этого пива довольно-таки приятное Да и в целом ништяк пива, чё я тут распинаюсь? Вот это ништяк, бля! Пиво очень хорошее, я его всем рекомендую Особенно тем, кому не нравится стаут от Гиннеса Все скептики, обязательно попробуйте вот этот вот портер Единственное, за что я бы его ругал, так это за высокую цену Потому что наверняка можно среди конкурентов найти портер дешевле и сопоставимый по вкусу Ну и остался у меня последний экземпляр, это блонд Иппа Честно говоря, самый привлекательный имеет дизайн Дизайнер! И почему-то это единственная упаковка Гиннеса, где не отражена сигнатура самого Артура Гиннеса Не знаю почему, с чем это связано Ну что ж, посмотрим Открываем баночку Ага, сразу же выступает у нас тут пенка Как мы видим, у этого пива самая большая пенка Очень крупное зерно здесь И прям вот сразу видно, что она вот на глазах прям тает Давайте смотреть, что тут запахом Здесь выступает в большей степени выступает именно фруктовая и цитрусовая тона В меньшей степени здесь пахнет елкой Ну потому что вот именно травы, хвоя, это вот все вот про стиль Иппа Как мы видим, пока я нюхал, пенка уже осела От нее практически ничего не осталось Что, собственно, огорчает Ну что ж, давайте попробуем, что она из себя представляет Вкус не такой насыщенный, как у многих других представителей в этом пивном стиле Здесь какое-то вот оно пустотелое, что ли, водянистое В послевкусии вот именно выступает хмелевая горчинка И также, ну слегка такие вот полуфруктовые тона Они вот полуфруктовые, полухвойные Оно даже чем-то напоминает безалкогольное пиво Потому что оно какое-то вот, ну слишком оно такое мягкое Слишком оно имеет ненасыщенный вкус С этой точки зрения Гиннес Нитро Иппа, который я уже пробовал Гораздо интереснее пить за счет того, что она имеет азотную капсулу Можно прям вот хорошо кайфануть от этого пива И хорошенько прочувствовать одновременно вот именно вот этот вот вкус Характерный для этого пивного стиля А вот этот блонд мне, честно говоря, не очень понравился И я бы его не советовал Не советовал бы тратить на него деньги Тем более, что цена не такая уж и демократичная И в этом пивном стиле можно найти более мощных конкурентов Даже среди отечественных производителей К примеру, наш Жигули Иппа Не только не уступает, но по вкусовым своим качествам Оно превосходит Да ладно! Единственное, в чем он может выступать, так это в дизайне баночки алюминиевой Вот и все Подведем краткий итог В принципе, мне понравились вот светленький лагер от Гиннеса И Вест Инди Спортер В принципе, я не скажу, что эти пива прям вау Что они произвели на меня какое-то впечатление Но это прям хорошие, достойные представители своего пивного стиля Производитель очень точно вымерил, скажем так, технологию производства Чтобы максимально попасть в пивной стиль И сделать максимально сбалансированный вкус Чего не скажешь о пиве блонд Иппа Я бы его никому не советовал, сам бы я его тоже не покупал А что касается этих двух экземпляров В принципе, они окей Но надо их сравнивать с конкурентами Потому что цена у них высокая А конкурентов очень много И есть у меня подозрение, что можно найти конкурента Сопоставимого по вкусовым своим качествам И дешевле по цене Ну и в конце, как и обещал Два очень интересных и неожиданных факта О пиве Гиннесс Да-да, именно об этом Если вдруг, по какому-то странному стечению обстоятельств Вы являетесь вегетарианцем Но я не понимаю, как можно без мяса жить вообще, а? Как жить-то, блядь, а? Как жить-то, блядь? Давай мясо! Давай мясо! Если вы вегетарианец, то пиво Гиннесс не для вас Потому что в процессе производства пива Для извлечения дрожжей используется рыбный желатин Вот так-то Второй интересный факт убивает напрочь один из главных пивных мифов Миф состоит в том, что от пива полнеет И даже есть такой термин, как пивное ожирение На самом деле это полный бред Потому что пивного ожирения не бывает Пиво само по себе не является калорийным продуктом А именно пиво торговой марки Гиннесс Вообще является одним из самых низкокалорийных видов пива К примеру, эта баночка содержит в себе всего 155 килокалорий Это существенно меньше, чем в апельсиновом соке Или в обезжиренном молоке Живите с этим! Ну что ж, спасибо вам огромное за просмотр этого видео Если оно вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк Подпишитесь на мой канал, если не сделали этого ранее И обязательно не устану повторять Обязательно пишите комментарий Меня зовут Алан У меня, как обычно, по традиции к вам главная просьба Ребята, пейте только хорошее пиво До новых встреч! Пока!